Здравствуйте, приветствую вас на моем канале. Все знакомы с такой пряностью, как укроп. Мы любим добавлять его в салаты. Укроп богат полезными витаминами и микроэлементами. Когда укроп отцветает, вверху мы видим зонтики, и на них расположены семена. И сейчас мы с вами поговорим именно о семенах укропа и о полезных свойствах семян укропа, и о том, как их применять. Знахари называют семена укропа семенами возрождения. Укропное семя облагадает бактерицидным, мочегонным, болеутоляющим, спазмолитическим, успокаивающим действием. Польза этих семян известна с давних времен. Укропное семя лекари применяли для лечения цистита и сжоги при заболеваниях печени и желчного пузыря. Многие знают, что с давних времен применяли укропную водичку детям, и это избавляло их от газов и вздутия кишечника. Зелень укропа и укропное семя нормализуют обмен веществ и поэтому предупреждают накопление жировых отложений. И это очень важно, особенно если у человека отмечается нарушение метаболизма в организме, обменных процессов, что особенно выражено при наличии сахарного диабета. Семена укропа способны снижать воспаление в организме, поэтому их применяют при воспалении мочевого пузыря и почек, при воспалении поджелудочной железы, при воспалении желудка и наличии колита, при воспалении печени и желчного пузыря. Настой из семян укропа прекрасно стимулирует выработку желудочного сока, а поэтому показан при его пониженной кислотности. Благотворно влияют семена укропа и на работу кишечника. Настой из семян укропа устраняет спазмы, метеоризм и избавляет от боли в кишечнике. Все это происходит на фоне нормализации микрофлоры кишечника. Семена укропа обладают мягким слабительным эффектом в виде настоев. Настой из семян укропа применяют также при заболеваниях печени и желчного пузыря. Как мы разобрались выше, укроп обладает противовоспалительным эффектом. Это благотворно сказывается на работе как печени, так и желчного. Такой настой богат антиоксидантами, которые защищают клетки печени от разрушения. Семена укропа обладают как противовоспалительным антибактериальным действием, так и мягким мочегонным эффектом. Поэтому настои из семян применяют при циститах, воспалении мочевого пузыря. Это заболевание характеризуется частыми и болезненными позывами к мочеиспусканию, сопровождаемыми сжением. Семена укропа снижают воспаление и тем самым облегчают это состояние. Благодаря антибактериальному действию мочевыводящие пути будут очищаться от болезнетворных бактерий. Укроп снимет спазмы и обеспечит противовоспалительный эффект. Как упоминалось выше, укроп оказывает мочегонное действие. Это способствует очищению почек и предупреждает образование камней и развитие мочекаменной болезни. Учитывая все тот же мочегонный эффект настоев из семян укропа, его применяют при наличии отеков. Используя это природное средство, вы не только снизите отечность, но и не нанесете вреда своему организму, так как эти настои не выводят из организма калий, как при приеме большинства мочегонных препаратов. А как многие из вас знают, калий просто необходим для стабильной работы сердца. Целесообразно применять настои из семян укропа при гипертонии. Очень часто с целью нормализации кровяного давления врачи пациентам назначают мочегонные препараты. При их применении снижается нагрузка на сосуды, и это приводит к снижению давления. Укроп богат рутином, каротином, эфирными маслами, такими полезными веществами, как железо, фосфор, цинк, магний, калий, кальций, селен, витамины А, В1, В2, В6, С, Е, ПП. Готовится настой из семян укропа очень просто. Нужно взять столовую ложку семян укропа и залить пол-литрами кипятка. Хорошо перемешать, накрыть крышечкой и укутать. Настоять 30 минут, процедить и принимать по 100 грамм настоя за 20-30 минут до еды до 5 раз в день. Курс применения 7 дней, после чего делаем перерыв тоже на 7 дней. И курс можно повторить. Или 1 чайную ложку семян нужно залить одним стаканом кипятка. Хорошо перемешать, накрыть крышечкой и укутать. Настоять 30 минут, процедить и принимать по 100 грамм настоя за 20-30 минут до еды до 5 раз в день. Курс применения такой же, как и в первом случае. Конечно, если у вас есть термос, то настой можно готовить в термосе. Предварительно обдав его кипятком. Как мы уже упоминали выше, настой из семян укропа применяют как противоотечное средство. А поэтому при наличии отечности глаз тоже можно применять этот настой в виде примочек. Чтобы справиться с данной проблемой, помогут примочки из отвара семени укропа и мяты. Одну чайную ложку семян укропа и одну столовую ложку измельченных листьев мяты помещают в стакан и заливают 200 миллилитрами кипятка. Дают настояться, накрыв крышечкой и укутав. Остужают, процеживают и смачивают в этом настое ватные диски. Прилаживают их к глазам на 5-10 минут. Так отечность на глазах снижается. Как и любой лекарственный препарат, семена укропа следует принимать обдуманно и взвешенно. При наличии хронических заболеваний всегда нужно проконсультироваться с лечащим врачом. По поводу их применения. Главным предостережением при применении семян укропа является гипотония. Так как применение семян укропа чревато снижением артериального давления. У гипотоников такое средство вызовет неприятные ощущения, слабость, упадок сил вплоть до обморока. Противопоказано применением настоев из семян укропа людям с наличием камней в почках или мочевом пузыре. Их мочегонное действие может вызвать движение или смещение камней. И это может привести к ухудшению состояния. Противопоказано применение семян укропа при повышенной кислотности желудка. Противопоказано также при наличии аллергических реакций и индивидуальной непереносимости. Применение укропной водички для ребенка допустимо только после консультации с лечащим педиатром. Укропное семя это доступное и полностью натуральное средство, которое поможет поддержать и сохранить ваше здоровье. Вот это собственно то, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Ну а на сегодня это все. Если ролик был вам интересен и полезен, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Ну а я же желаю всем крепкого-крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Ну а на сегодня это все. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok